ребята горящее масло и вода это вообще реально да вы знаете что я люблю делать все не так как у всех сегодня тоже будет как обычно все необычно здравствуйте друзья привет привет хотел сделать все вот из этой трубы но она очень ржавая нашел за кромах отрезок хотелось бы конечно сделать из большой но я замучаюсь и и очищает смотрите какой я фокусник опа и труба разделена почти как коперфильд понадобится три круга крышка дно и полукрышка полудно диаметр трубы 132 миллиметра примерно плюс минус вот такая труба будет посередине двух крышек тут можно и побольше диаметр взять но должно быть пространство между стенками я взял примерный что попалось под руку диаметр 42 миллиметра плюс минус рядом будет еще одно отверстие но только в одной крышке отверстие под трубу пол дюйма примерно 22 миллиметра конечно резок плазмой без циркуля или без шаблона достаточно неаккуратно получается но там будут сварочные швы так что на это можно не обращать никакого внимания плазма реально расширяет возможности но она не заменяет у шеям а просто дополняет и ускоряет работу все тоже самое можно сделать коронками и болгаркой вот что получилось одна крышка с отверстием посередине вторая крышка с двумя отверстиями и глухая крышка в качестве дна эта труба пол дюйма как раз для этого маленького отверстия для этой части конструкции в магазине взял два поворота под 90 градусов я подрежу их и сварю вместе таким образом чтобы получился полный разворот потока пара кстати поток будет идти из этой маленькой трубы сожалению эта труба у меня была самая маленькая стальных я бы взял конечно потоньше но ее просто нет в качестве сопла хочу применить наконечник от сварочного полуавтомата там резьба м6 и она отлично подходит к муфти м6 которую я потом вварю в конец трубы уже все проясняется более наглядно прихватил центральную трубу позже обварю ее герметично зачистил потоковую трубу и нашел другое сопло оно немного покороче пока к сожалению я не знаю нужного диаметра отверстия сопла нижняя часть там где будет масло будет из меньшего отрезка трубы ну и конечно же дно я приварю к этой маленькой части снизу и самая главная фишка конструкции малая труба будет располагаться вот так сопло будет направлено параллельно внутренней трубе образуя тем самым струйный газовоздушный насос за счет давления в парогенераторе продолжаем я думаю можно в качестве топлива использовать не только отработанное масло или растительное но и даже дизельное топливо ну а если попробовать сделать поддув изольник снизу то можно попробовать и на пилетах почему нет доработав и сделать автоматическую их подачу в топку расположение форсунки примерно должно быть на среде выходной трубы я сделал немного подальше чтобы была возможность замены форсунки на другой диаметр или при ее выходе из строя вообще такую конструкцию применяют в различных механизмах на производствах и предприятиях сейчас все до соберу до конца на корпусе будут приварены еще две муфты для контроля давления и температуры ну для любопытства и на всякий случай как я и говорил ранее конструкция экспериментальная и даже размеры взяты без расчетов многое можно доработать но самое важное тут это сам принцип работы из отрезка трубы с резьбой изгоном до 90 градусов я хочу сделать горловины для воды в отсек парового генератора и для масла в другой отсек собственно говоря все готово крашу как всегда из баллончика термостойкой краской до 1000 градусов цельсия красиво качественно и просто классно все быстро подсохло и я собираю у себя за кромах нашел предохранительные клапана на различное давление распознать какой из них какой не получается подписал их примерно основываясь на силе пружины внутри клапан будет предохранять водяную часть от слишком высокого давления я наверно поставлю примерно на 5 килограмм так как все-таки это же эксперимент я решил поставить термометр и манометр термометр имеет предел в 120 градусов цельсия а манометр с пределом 12 атмосфер но надеюсь до этого не дойдет клапан то на 5 главное чтобы я с ним не ошибся теперь долгожданное испытание заливаю масло в нижний отсек я его не приваривал чтобы была возможность поэкспериментировать с различными диаметрами сопел и стакан воды верхний отсек крышки для заливных горловин это обычные сантехнические заглушки на 1 2 дюйма водяная крышка с резинкой для уплотнения поджигаю с применением бензина чтобы было побыстрее сейчас вода закипит и пар пойдет в газовоздушный насос он свою очередь должен усилить тягу в несколько раз трубе печь ну или горелка как кому нравится очень интересная работает без электричества и движущихся частей на масле и воде ого неожиданная мощность и просто неимоверная тяга да это атомный реактор какой-то с этой штукой надо быть аккуратнее надо придумать как регулировать мощность и как ее глушить хочешь готовь еду а хочешь можно использовать для отопления в качестве горелки для бойлера или котла есть очень крутая идея попробую сделать и испытать и применение этой идеи не только для дров или отопления но и может пригодиться во многих сферах вся конструкция простейшая и делать я ее буду из того что есть под рукой можно использовать круглые или квадратные трубы да и больше вообще ничего не требуется только если по мелочи на минутку замолчу не хочу отвлекать вас своими разговорами от таинства создания осталось совсем немного и будем испытывать сейчас все дальше заделываю по-быстрому и можно приступать к испытаниям посмотрю как работает может нужны ли какие-то доработки или изменения а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Для запуска достаточно бросить вниз небольшую горящую бумажку или тряпочку и сверху поставить газогенератор. Принцип работы, наверное, уже понятен, но на всякий случай скажу. При нагреве вода начинает испаряться с образованием большого количества пара. Он выходит через отверстие снизу и своим потоком захватывает с собой пламя. В несколько раз повышается тяга, повышается температура сгорания. Применений целая куча. Не только для рожига дров или отопления, но и как автономную горелку на отработке, как горелку для котла отопления и много чего еще. Плюсов огромное количество. Разные сферы применений, превосходная эффективность, ненужное электричество, отсутствие движущейся частей и простота конструкции. Друзья, лучшая благодарность для автора – это всего лишь просто лайк. Делитесь ссылками со своими друзьями в соцсетях. Пусть видео помогает людям. Добра вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok